Во-первых, речь идет о дороге не из основной части Азербайджана в Нахичеван, а из основной части Азербайджана в Турцию. Давай назвать вещи своими именами. Это дорога в Турцию. Для этого она нужна Азербайджану. Далее, будет ли Азербайджан работать теми методами, которыми он работает сейчас? Никаких препятствий к этому я не вижу. Я не понимаю, зачем Алиеву этого не делать. Это ведь не случайность. Это явно принятая стратегия. Азербайджан давит на Армению, начиная с конца Второй Карабахской войны, с 20-го года, с ноября, и давит на Армению несколькими способами, сочетая их вместе. Это все работает. Он давит на нее дискурсивно, тем, что Алиев постоянно, не только Алиев, чиновники высокого уровня его забоняли, постоянно говорят, что Карабахского конфликта уже нет, самого Карабаха уже нет, все проблемы решены. Второе, слово Нагорный теперь, почему не только слово Арцах, а слово Нагорный почему-то теперь нельзя употреблять. Что там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот такие формы давления. Второе, это дипломатические формы давления, то есть, придуждение Армении на разных дипломатических площадках, обычно это через третьи страны, делается для того, чтобы подошла до уступки, которые нужны Азербайджану. И военные формы давления, стрельба, попросту говоря, которые бывают и время от времени на границе Азербайджана с Арцахом, и на границе Азербайджана с Арменией тоже. Вот сейчас это же не случайно, что сейчас они демонстративно это делают именно на границе с Республикой Армения. Я не думаю, что речь идет о том, по крайней мере, сейчас, чтобы военным путем прорубить коридор через Сюник. То есть, что они вот танками просто пройдут по югу Армении, завоюют эту территорию, и там будут сами себе прокладывать дорогу. Нет, не думаю. Но продолжать давить на Армению с тем, чтобы она согласилась на то условие, которое Азербайджан выдвигает, я не вижу, почему бы им это не делать. Угроз для них по-серьезному для этого нет. Для них я имею в виду именно тандем. Именно Азербайджан и Турцию, ибо Турция в этом смысле целиком поддерживает Азербайджан. В этом смысле, в смысле вот этих требований, мы не имеем Баку с востока и Анкару с запада. Мы имеем два Баку. У нас один Баку с востока, другой с запада. Потому что позиция Турции, не вообще, конечно, но в применении вот к этой проблеме, к армяно-азербайджанским взаимоотношениям, Карабаху и вот этому коридору, она, это позиция Азербайджана. Турки, когда предъявляют нам какие-то условия, даже в двухсторонних отношениях, это те условия, которые нужны Азербайджану, а не с собой Турции. То есть тут совпадение интересов, полное совпадение интересов. По крайней мере, сейчас. И вот это давление, что ему может противостоять? Азербайджан страна, особенно сейчас, достаточно интересная для России, потому что западные пути, западные, я имею в виду западную границу Российской Федерации, западные пути взаимодействия с миром у них обрублены. Украина, Молдова, это несерьезно, понятно, что там творится, да, Белоруссия сама под санкциями, причем балтийские страны, Финляндия, я причем пути имею в виду не только географические, это тоже, дороги, автомобильные, железнодорожные сообщения, я не знаю, авиационные и так далее. Не только вот это, а и политические пути закрыты. То, что на Востоке, это другое, там тоже есть проблемы, но там Китай, там и так далее, это другой регион. Соответственно, остается Южный Кавказ, через который можно пробовать сообщаться с миром, например, с Турцией. Далее, Турция страна, чрезвычайно важная для Российской Федерации. Азербайджан страна, через которую можно предполагать, что происходит довольно много обмена так называемым серым экспортом, который Россия не может себе позволить в белом варианте с, по крайней мере, значительной частью мира, особенно развитого мира из-за санкций и так далее. То есть, это нужно все. То же самое я могу рассказать про Запад. Что Запад отказаться от Турции не может в данный момент совершенно никаким образом. И Турция позволяет даже такое поведение, которое ей сейчас позволяется в связи с украинским конфликтом. И, соответственно, ожидать, что Азербайджан будут каким-то образом по-серьезному наказывать, Азербайджан не может. А если так, то как альтернатива? Вот они и будут это делать. Я не знаю, будет это через месяц, или через три месяца, или через полгода, или через неделю. Не знаю. Но, в принципе, та стратегия, которую Азербайджан принял, мы же видим, как она работает. Первой целью был Лачинский коридор. Сказали, некоторые из тех же людей, которые вы цитировали, сказали, «Нет, что вы никогда в жизни, потому что это не соответствует соответствующим документам». Действительно не соответствовало. После этого была акция, что называется, на земле. После этого пошли на это. Ну вот они пытаются так работать и в этом направлении тоже. Ну вот они пытаются так работать и в этом направлении тоже.